Мои дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим с вами о действительно очень удивительных математических фактах из священного Корана. Итак, Всевышний Аллах сказал в 23 суре 17 аяте «Воистину, мы создали над вами семь небес, одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях». Поразительно, что выражение «семь небес» в священном Коране упоминается семь раз. И также фраза «Сотворение небес» также повторяется семь раз. Далее Всевышний Аллах говорит «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины». Но что же здесь удивительного, братья и сестры? Давайте зададимся вопросом. Сура Аль-Бакара. Какая по счету суры, братья и сестры? Правильно, вторая. А сколько всего аятов в данной суре? Правильно, 286. Поразительно здесь то, что аят «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины» находится именно посередине данной суры, ровно в 143 аяте. Субханаллах. Только представьте, братья и сестры. И как вы знаете, сура Аль-Бакара и другие суры священного Корана посылали с Аллахом Святу на Велик не сразу, а постепенно, на протяжении пророческой миссии пророка Мухаммада. В священном Коране есть и другие, не менее поразительные математические феномены. Как, например, слово «суша» во всем тексте Корана встречается 13 раз, слово «море» — 32 раза. Сумма повторов этих двух слов равна 45. Поразительный тот факт, что если разделить количество повторов слова «суша», то есть 13, на общее количество, то получится процентное соотношение примерно 29%. Если же разделить количество повторов слова «море», то есть 32, на общее число 45, то получится соотношение 71%. Поразительный феномен, что эти 29 и 71% являются научно установленными процентными соотношениями суши и воды на планете Земля. Суша 13 раз — 29%. Море 32 раза — 71%. Всего 45 раз — 100%. Не менее поразительным является тот факт, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, в хадисе, переданном Абу-Хурейрой. Поистине, Аллах, прежде чем сотворить творение, записал, «Поистине, моя милость опережает мой гнев». И эта надпись возле него над троном. И поразительно то, что слово «наказание» приводится 117 раз в Священном Коране, в то время как слово «прощение», являющимся доминирующим, нравственным повелением и принципом Корана, повторяется ровно в два раза больше. То есть 234 раза. Наказание 117 раз, прощение 234 раза. Субханаллах. В это же время слово «день» в единственном числе повторяется 365 раз. Слово «дни» во множественном числе повторяется 30 раз. Слово «месяц» повторяется 12 раз. День 365 раз, а в году 365 дней. Дни 30 раз, а в месяце 30 дней. Месяц 12 раз, а в году 12 месяцев. Также слово «вера» и производные от него слова повторяются в Священном Коране 811 раз. Слово «наука» и слова «производные от него» повторяют 782 раза, а синоним слова «наука» — «знание» 29 раз. Таким образом, «наука» и «знание» и производные от них слова повторяются в Священном Коране 811 раз. То есть, ровно столько же, сколько повторяется слово «вера» и производные от нее слова. Слово «религия» и производные от него слова повторяются в Священном Коране 92 раза. Столько же повторяется слово «мечети» и его производные. И поистине Всевышний Аллах сохраняет и оберегает Коран от искажения, и Священный Коран останется в оригинальном, неискаженном виде, вплоть до Судного Дня. Как сказал Аллах, Свят он и Велик в Коране, «Воистину мы не спослали напоминания, и мы оберегаем его». Коран, сура 15, аят 9. Мир вам и милость Аллаха, дорогие братья и сестры. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.